Не могу сказать, что это полный набор продуктов, который мы берем. Это просто то, что на несколько дней нам сейчас пригодится. Что мы взяли на рынке? Мы взяли вот такие апельсины. Вот такие громадные испанские апельсины. На разрезе они лежали такие сочные, аппетитные, красивые. Это то, что на рынке мы забежали. А, нет, мы еще взяли томаты, но это позже. По цене они у нас 3,90 за килограмм. Эти апельсины вытянули чуть больше килограмма на 4 рубля. Значит, это белорусские рубли. Взяли мы, это уже в магазине, вот такая вот распрекрасная вырезка. Подкопченная, свиная, очень вкусная, без всяких добавок. Это где-то по 9 рублей, ну, почти 10 рублей за килограмм. Тут полкило. В этом же магазине мы взяли вот краковскую колбасу. Что-то давно мы ее не брали, она нам очень нравится. Вот настоящая краковская колбаса, первый сорт, охлажденная. А, производитель, так, белорежский деликатес. Без очков не вижу. Ну, тоже это вот белорусское производство. Их и несколько. Производитель у нас выпускает довольно вкусная колбаса. Хлеб от Рубной Веленский мы берем постоянно, нам очень нравится. Ну, мама у нас любит вот квас хатний, очень вкусный квас. Вот, домашний квас. Вкус вот настоящий, еще такой вот, который был при Советском Союзе. Молоко 2%, я так по-быстрому, потому что продуктов много. А молоко, цена около рубля. Да, немножко подорожало, потому что было где-то 89 копеек, сейчас оно к рублю уже, 90 с чем-то. Так, спагетти. Народ мне подсказывает. Значит, они вот такие вот, немножко плоские, постараюсь. Тоже неплохие белорусские спагетти. Ну, это вот такие на каждый день продукты. Хлопья овсяные. Они, по-моему, 59 копеек. Это по акции мы их взяли. Так они подороже. 500 грамм гречка. Где-то около рубля, да? Потом бананы. Очень хорошего качества, такие вот свеженькие. Цена 2,50, по-моему. Да, 2,50. Это мы в евро-окте брали. Это мы взяли на всякие печенье спред, буренка. Тоже стоимость там где-то около рубля, копейки. Потом взяли вот такие польские мелкие макарошки для лапши заваривать. Риса взяли. Краснодарский рис бабушкина кухня. Отборный. Деда тоже около рубля стоимость, да? Сколько он стоит? Ну, рубль с чем-то. Рубль 20, может быть, рубль 29. Вот так вот. Так, мы взяли 2 пачки муки. Ну, вот это вот одна из них. Они разные. Вот такую первый раз берём. Называется выпекайка. Высший сорт. Клейковина 28%. Попробуем. Ещё не пекли из неё. Но мука здесь очень хорошая. Так, для себя мы... То, что мы сегодня бегали готовить нам некогда. Вот такой вот вкусный суп с шампиньонами. Ми-би-ха какая-то. Вермишелью. Шампиньоны вермишелью с шампиньонами. Кто тут производитель? Что тут написано? Беларусь. Вот очень вкусный. Если попадётся, возьмите. Просто очень вкусный. Там ещё добавка такая. Я первый раз пробовала. Даже сравнить не с чем. Как бы относимся к этим быстрым приготовлениям. Ну, как, легкомысленно. Потому что не очень всё нравится. Но вот это действительно очень вкусный суп. Мы берём его периодически. Так, фруктоза. В двух разных магазинах. Взяли в том, где первая попалась. И она подороже. Потом нашли, где подешевле. Но уже взяли в одном. А потом и во втором. Потому что у нас мама пьёт чай с фруктозой. Поэтому делю ей чай с фруктозой. Так, следующим номером нашей программы придётся с нами убирать. Вот такие печеньки взяли. Сдубные. Песочные. Называется. Камакура. Почему-то. Почему Камакура, не знаю. Взяли первый раз, поэтому не могу ничего сказать. Ну, на вид очень аппетитный. Значит, сладкие палочки кукурузные. Это у нас мама любитель. Палочки рубль с чем-то. Значит, печенье 2,50. Так, сахар. Это российский. Белый сахар. Сахар белый. Две пачки взяли, чтобы было. Так, потом взяли вот такую захотелось. Икра из кабачков нежная, белорусская. Попробуем, что это за икра. Рубль 20, по-моему, она. Её ждёт на память. Так, дрожжи вот такие простенькие. Потому что мы периодически печём свой домашний хлеб тоже. Да и так на пироги. 59 копеек они. Так. На разве с брокколи. Это на второй иногда добавляю. Супы делаю. У меня есть там видео, как я варю суп из брокколи. Так что можете посмотреть. Очень вкусный. Так. Потом берём вот такую сгущёнку. Кстати, вот с фруктозой сгущёнка. Она довольно полезная. И по цене она 2,09. Но это акционная тоже цена. Она вообще-то подороже. Очень хорошая. Она как варёная сгущёнка. Очень вкусная такая сгущёнка. Мы её берём. Кушаем с удовольствием. Так, маме мороженое сейчас сразу вручим. Фисташковое. Так, на него сразу. Так, ещё одна пачка вот такой муки. Мука. Первый сорт. Это первый сорт. И мы добавляем. Разбавляем высший сорт первым сортом. Хлеб тогда не такой, как сказать. Ну, считается, что из высшего сорта не очень полезный хлеб. Поэтому мы его разбавляем. Немножечко ржаной муки добавляем. И немножечко добавляем. Первый сорт, по-моему. Так. Опять-таки, вот такие чипсы белорусские. Эти с луком, по-моему. На рубль 45 цена. Здесь 150 граммов. Поэтому цена нормальная. Это тоже у меня мама фанат чипсов. Поэтому ей отходят вот эти чипсы сразу. Так. Ну, салфетки там какие-то копейки стоят. Значит... Чуть не упала. Так. Килограмм помидорчиков. Это мы тоже на рынке взяли. По 350 килограмм у нас помидоры. На салатике. Ну, и дальше у нас там мыломойка. Это вот фольга. Причём фольга мы смотрели в магазине Остров Чистоты. Там, по-моему, 3-4 вида. Метраж одинаковый. Цена разная. Вот, естественно, взяли подешевле. Так. Взяли вот такой шампунь. Пассифлора и розмарин. Ещё ни разу не брали. Вот хотим попробовать. Что же это за пассифлора такая. Потом маме вот взяла бальзам массажный для тела согревающего. У неё нога болит. Рецепт номер 18. Тут и перец что-то. Тут и какие-то эфирные масла. Ну, попробуем. Никогда не брали. Так, на, держи. Ну, вот ещё мы пробегали. Естественно, ничего не готовили. Ни себе, ни собаке. Взяли вот такой недорогой, недорогую вот такую палочку. Это какая-то там из курицы, по-моему. Куриного мяса. Колбаса, мортаделла. Ну, вот. Собака у нас голоду не помрёт. Вот это вот у нас барбосу, короче. Вот эту сейчас порежем ему с чем-нибудь в прикуск. Он у нас покушает. Пились мы около 80 рублей у нас получилось. Белорусских вот этих всех продуктов. Ну, я там ещё не показывала по мелочи что-то. Из мыломойки. Потому что кое-что мы в двойном экземпляре брали. Там сахар, консервы, ещё что-то. Значит, это получается 8 белорусских рублей на 34 российских. Это получается где-то 2400 рублей, да? Ну, пусть 2500. Ну, вот, значит, ориентировочно вот такую вот горку продуктов мы закупили на 2500 рублей российские. Про тенге я не говорю, потому что надо пересчитывать, сейчас голова не работает. Пересчитаю, потом уже допишу ниже. Или 40 долларов. Или 40 долларов, да. Вот это вот мы закупили на 40 долларов. Так что вот, приятного просмотра. Считайте, сравнивайте. Продукты белорусские, конечно, они качество отменное, вкусное всё. Единственное, что вот овощи привозны, в Беларуси привозны овощи. При том, при всём, что куча теплиц, всяких разных, можно выращивать и своё. Ну, кроме апельсинов, мандаринов и бананов. Остальное всё можно своё выращивать, конечно. Ну, всё. Смотрите, сравнивайте. Всем приятного просмотра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok